11 часов и 6 минут в нашем городе. Программа «Мужской понедельник». Вас приветствуют, собственно, мужчины, ведущие передачи Николай Голиков и Владимир Светалин. Если мы еще мужчины, да, знаменитая композиция вспоминается. Нет причины. Да, сегодня понедельник, 1 октября, начало второго осеннего месяца. Я точно помню, что сегодня день рождения празднует вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. Давайте поздравим Николая Андрея Леонидовича. Андрей Леонидович, с днем рождения. Частный гость в нашей студии и, по-моему, наш просто хороший. Всех благ, здоровья и всевозможных успехов, безусловно. Мы сегодня с вами будем два часа, по традиции. Причем, отметьте, будут только мужские голоса. Только мужчины, сегодня мужские голоса, да. И, кстати, в программе «Особое мнение». Сегодня тоже будет мужчина-гость после 13.05. Слушайте особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информа», нашего коллеги по совместительству. После 13 часов, еще раз напоминаю, после 12 в мужском понедельнике мы будем говорить... Говорить о моногородах. О развитии малого бизнеса в моногородах. Да, стартовал проект. Как раз в конце недели была пресс-конференция, насколько я понимаю, да. Проект под названием «Создание условий для развития бизнеса и занятости молодежи в моногородах». У нас их 11, напомню, на всякий случай в области, да. Да, но вот Кирово-Чепецкий, Белая Холуница тут упоминается. Да, это моногорода. Не все, видимо, моногорода участвуют, хотя все мы узнаем непосредственно у организаторов данного проекта. Организаторов несколько. Во-первых, это Лига предпринимателей Кировской области, деловая вятка. Во-вторых, это ПАО «Сбербанк», фонд президентских грантов, агентство развития моногородов и молодежный парламент региона. Если кого-то не упомянули, вы уж извините. Но полный список участников озвучим обязательно после 12.05. Ну и в первом части сейчас произнесем словосочетание, которое, надеюсь, вам, слушателей, хорошо знакомо. Николай, по-английски. Это Russian Event Award? Да, да, да. Национальная премия в области событийного туризма. Состоялся региональный этап этой национальной премии в Чебоксарах. И, собственно говоря, почему мы здесь собрались, потому что несколько кировских проектов были отмечены, получили призовые места. Первые, где-то и вторые, где-то и третьи. И вот как раз, наверное, о том, куда движется событийный туризм, в какую сторону развивается по итогам этого фестиваля. Мы и хотим сегодня поговорить. Ну, давайте напомним все-таки. Киров имеет непосредственное отношение к этому. Вообще, национальная премия Russian Event Awards была учреждена, если не ошибаюсь, в 2012 году. То есть в этом году она в седьмой раз, в шестой проходит. Вручаются призы. Ну, что есть событийный туризм, если уж простыми словами объяснить? Ну, если всем простыми словами поехали с тобой на Истабенский огурец, вот это есть прекрасный образец событийного туризма. В некотором городе происходит некоторое событие. Есть герои праздника, есть люди, желающие посетить это мероприятие. Короче, есть повод, чтобы собраться в этом месте. Есть события. Ну, вот примеры событийного туризма. Истабенский огурец, лапоть в Келемезе, который... Да нет, в принципе, день города в городе Кирове, события, рок-фестиваль. Международный фестиваль «Шляп» в Вятских полянах, да, безусловно, это событийное событие. Фестиваль авторской песни крупной тоже. Да, лесной форум, это тоже событие, тоже привлекает внимание туристов. Это мы сами вспоминаем и даем нашим слушателям возможность войти в курс дела. Особо не задумываясь, назвали несколько примеров именно наших вятских, да, вот, которые у нас можно отнести к разряду событий. Ну, а почему, собственно, национальная премия вручается лучшим организаторам этих событийных, этих событий по всей стране? Этих событий туристических, да. Для того, чтобы отметить лучших, безусловно, да, для того, чтобы отметить самые передовые практики в этом отношении. Самые, можно сказать, эффективные практики, потому что это не просто событие. Событие должно принести некий эффект экономический, в том числе должны приехать люди и потратить свои деньги. Туризм это бизнес, так ведь? Да, много параметров, безусловно, по которым оценивается успешность того или иного события. Да, и, соответственно, если какое-то событие существует, оно существует регулярно, оно с каждым годом привлекает все больше и больше туристов, то, значит, это событие нужно отметить, потому что оно развивает внутренний туризм в России. В общем, это довольно важная и значимая штука, особенно учитывая то, что в нашей стране сейчас делается ставка, да, на внутренний отдых, на внутренний туризм, на путешествия по тем или иным достопримечательностям. На импортозамещение, скажем так, да. Оно коснулось всех сфер нашей жизни, к сожалению. Да, ну вот я уже сказал, что в 2012 году впервые вручалась данная премия. Финал был тогда в Воронеже, я сейчас смотрю подсказку в интернете, затем в 2013 году в Суздале был финал. И в 2014 году, внимание, финал национальной премии Russian World Awards проходил именно в нашем городе. Было это в начале декабря, 3 и 4 декабря, вот я тоже тут сделал небольшую выписку. Тогда в финале этого мероприятия участвовали три проекта из нашей области. К примеру, в номинации «Лучший проект по популяризации событий ново-туризма» был представлен Международный фестиваль сказочной игры на вятке. «Лучшая идея события», посвященного 70-летию Великой Победы в Отечественной войне. Проект «Оружие Победы», так называемый, тоже тогда участвовал. Это город Вятские Поляны. И еще третий участник – это Туристский информационный центр Кировской области. Он был представлен в специальной номинации «Туристский информационный центр». Ну а в этом году, в региональном финале национальной премии в области событийного туризма, который финал прошел в конце сентября в городе Чебоксары, республика Чувашия. Вот у Николая сейчас листы лежат. Я специально бережно обвел это все. Да, ты бережно обвел. У меня очень много обведенных пунктов. Слушай, приятно, да? Сразу девять. Сразу девять проектов из Кировской области. Между прочим, это не только «Приволжие», это еще и «Уральский федеральный округ». Давайте озвучимся. Очень разных проектов. Потому что смотри, вот спортивно-туристический комплекс «Порошина», да? В номинации «Лучшая площадка для проведения туристического события». Слушай, справедливо? Справедливо. Абсолютно справедливо. «Лучшее городское праздничное событие». Вот ты уже упоминал международный фестиваль «Шляп Палеомира-2018». Он первое место занял? Он занял первое место в этой номинации, да? Среди городов с населением менее 100 тысяч человек. В номинации «Лучшее детское туристическое событие». Зимний фестиваль «Вятское новогодище» из Кировской области, да? «Лучшее туристическое МАИС-событие». Я не знаю, что такое МАИС-событие. Четыре заглавные буквы M-I-C-A как-то и расшифровывается. Ничего, озвучивайте, пока потом разберемся. Я думаю, что будет сразу понятно, что это второй лесной форум. «Жигнали чемпионат лесоруб 2018». Сразу становится понятно, что это некое профессиональное событие. В мире профессиональное. Международный наш байк-рок-фестиваль «Взлетная полоса» — это третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». И опять-таки, согласись, вполне абсолютно заслужено. Ну, между прочим, эти события, о которых мы говорим, мы их освещали в нашем эфире и будем освещать, безусловно. Безусловно, будем, потому что это самое интересное. «Лучшее туристическое событие — историческая направленность. Третье место получил фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава». Опять же, из Кировской области. Понимаешь, да? То есть, как бы, у нас, оказывается, довольно много событий. «Лучший проект в области популяризации событийного туризма». То есть, уже, как бы, такой проект... — По раскрутке. — Проекта проекта. Третье место занялась серия деловых событий «Открытие и закрытие летнего туристического сезона», о которых мы, опять-таки, рассказывали в этой студии. И городской фестиваль искусств «Дни романтики на Вятке». Ну, это просто прекрасно, да? Он отмечен был, так сказать, к участию в общероссийском финале национальной премии. Так что, вот, такие вот у нас итоги. — Ну, и для понимания все-таки нужно понимать и знать цифру участников вот этого регионального финала, который прошел в Чебоксарах. Всего в региональном конкурсе к участию было допущено 162 проекта из 16 регионов страны. А заявок было 210 из 17 субъектов федерации. То есть, понимаете, да, масштабность этого всего. Ну, и, конечно же, закономерен вопрос, а кто, собственно, выбирает победителей? По какому принципу их выбирает и так далее? У премии есть так называемый экспертный совет. Экспертный совет, вот я сейчас пересчитываю, в этом году состоит из 16 специалистов. И один из этих специалистов сейчас находится... — У нас в студии. — В нашей студии. Вот выпала честь ему в этом году действительно выбирать лауреата в данной премии. Это никто иной, как Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город». Вячеслав, добрый день. — Добрый день. — Добрый день, коллеги. — Да, потому что прямо из первых уст хотим услышать впечатление об этом мероприятии, об уровне участников в этом году. Безусловно, хотим, чтобы вы, как эксперт, похвалили участников от Кировской области. — Или пожурили, если есть за что. — Или пожурили. На мой субъективный взгляд, 9 проектов, которые попали в финал, да, а финал пройдет в Нижнем Новгороде в конце октября. 9 проектов от Кировской области — это, на мой взгляд, в общем-то, серьезное достижение. Так? Или оправдываете? — Безусловно, 9 проектов — это хорошо. Это раз. Во-вторых, надо отметить, что большая часть этих проектов — это проекты, в принципе, самостоятельные, которые созданы без поддержки государственных денег, вот что имеется в виду. То есть, например, тот же фестиваль «Звездная полоса» — это же абсолютно коммерческие или некоммерческие. Но так или иначе, этот продукт создан без государственных денег. Например, если мы возьмем проекты из Татарстана, много, много. Большая часть проектов, которые созданы при поддержке либо республики, либо федерального бюджета, либо местного бюджета города Казань, либо местных бюджетов городов, в которых они представлены. Здесь мы, в Кировской области, к счастью или к сожалению, наверное, к сожалению, организаторов, большая часть проектов, они, ну... — Слав, а может быть и к счастью, смотри, вот мы с госденег 9 проектов продвинули, а если нам еще госденег дать? — Это будет фантастика. — То есть у нас ресурс-то уже есть, запас есть? — Ну, надо отметить, что вообще Кировская область в этом плане, в плане событийном, находится на хорошем передомом месте в России, ну, опять же, не благодаря, а вопреки там, да? Я бы так... Наверное, вот мое ощущение, что это так. В 2014 году, когда в декабре, а также я точно был в составе экспертов всероссийского этапа премии Russian Event Awards, то есть мы тоже видели много интересных, уникальных и ярких проектов, и Кировская область была так же точно не на последнем месте, при том, что соревнуются ведь регионы с большими, огромными бюджетами своими, там, значит, там, где в составе регионов города-миллионники, там, Самара, например, там, да, Питер. — А также Татарстан, господи. — Да, также наши соседи там, уважаемые, да? — Все государства в государстве. — Да, поэтому ведь это очень серьезная и большая конкуренция, и то, что наши проекты на хорошем счету, на хорошем уровне, ну, это большая, серьезная заслуга тех людей, которые эти проекты возглавляют. Фактически тащат на своих плечах из последних, может быть, кто-то из последних сил. И я бы хотел отметить, что в этом плане, ну, наверное, я скажу от лица всех руководителей таких проектов, хотелось бы, чтобы, ну, как бы ощутить эту поддержку, да, вот эту заботу наших местных, региональных, может быть, и городских властей в каждом городе конкретно. — Что конкретно хочется вам, как эксперту, от местных, региональных властей? — Вообще, в первую очередь, хочется хотя бы, чтобы это было спланировано. Например, вот хорошее событие, вообще хорошие, прям, ну, уникальные федеральные события, они планируются за полтора-два года до событий. — Планируется, значит, что включается в график или же что? — В некий график включаются, да, события, и стараются сделать так, чтобы несколько хороших событий в один день не происходило. У нас, к сожалению, этим летом было не совсем так. — Например, тот же фестиваль «Взлетные полосы», у нас там и фестиваль «Вкусная Россия», там они, по-моему, соседствовали, там, да, еще, по-моему, и в «Белой Холунице» был еще фестиваль «Железо». — Фестиваль «Железо», да, в один день. — Я так и не понял, почему это произошло вообще в принципе, потому что, как бы, тем события планируются также точно задолго, как они оказались в один день, ну, это, конечно, очень странно. И это, конечно, ну, недоработка, может быть, наших, нас, как событийщиков и кого-то еще. Но такое происходить, на мой взгляд, не должно, это там самим себе на пятки наступать. То есть каждое событие могло потянуть туристов из других регионов сюда отдельно. — Конечно, конечно. А один человек не может разорваться на этой части, да? — Да, да. Вот мы же, прежде всего, говорим о чем? Потому что события — это не просто события, это инструмент для того, чтобы при суда пришли деньги. — Мы как раз с этого начали разговор. — Ну, или, по крайней мере, не ушли. — Пока ты опаздывал в эфир, мы как раз об этом поговорили. — Я слушал внимательно, пока ехал, да. То есть мы к чему говорим, к чему ведем, там, на что мы хотим от власти? Первое, ну, какой-то упорядоченности, наверное, да, планирование. То есть какой-то график, который составляется там задолго, за полтора, за год, ну, как минимум за 9 месяцев. То есть не за месяц, не за два. — Чтобы полноценные роды потом состоялись. — Конечно. — Зимой ясно, что будет летом. — Нет, не зимой, а вот сейчас, осенью, должно быть понятно, что будет летом в следующем. — То есть планировать уже можно начинать? — Вот, например, вот смотрите, вот на следующем году, 12 июня будет День Города, он будет 600, там какая-то почти круглая история, 645, по-моему. — В следующем году? — Да. — 645, да. — Да, 645. Мы что-нибудь знаем об этом, то есть мы ничего об этом не знаем. — Мы пока только знаем, что это будет. — Да, ну, в принципе, мы каждый год знаем, что 12 июня что-то будет, но технически для того, чтобы событие состоялось и состоялось хорошо, для того, чтобы оно было не просто событием ради событий, а событие ради того, чтобы город, местный бизнес заработал денег, например, да, чтобы приехали сюда туристы, чтобы они потратили здесь деньги, чтобы они оставили, чтобы они спланировали, это, в принципе, сейчас должно произойти. — Вот сейчас. — Сейчас уже нужно закидывать информацию, что же такого там будет, ради чего стоит. — Ну, типа, должен состояться уркомитет, какая-то рабочая группа должна организоваться. — Ну, шашлыки будут. — Ну, на шашлыке я не думаю, что кто-то поедет сюда из Уфы, там, скажем, да, там и свои есть. — Ну, и в конце концов, я не знаю, мне кажется, в городе те ресурсы, которые есть в администрации города Кирова и правительства Кировской области по созданию событий, на мой взгляд, они уже давно исчерпаны, и все ресурсы, я имею в виду интеллектуальные ресурсы, в первую очередь, люди, то есть, что мы видим яркий пример других регионов, в том числе Казани, в том, что там занимаются событиями люди, которые занимаются этим всегда. — То есть это уже профессионалы. — То есть не библиотекари и не завхозы этим занимаются, да, этим занимаются люди, которые профессионально каждый день занимаются этими событиями, и поэтому они занимают хорошие места, поэтому эти события на хорошем счету, поэтому туда едут туристы в Казань, там оставляют деньги, и, то есть, естественно, их откуда-то забирают из какого-то другого региона, например, из Кировской области везут деньги в Казань. Я прошу прощения, Вячеслав, мы еще вернемся к теме поддержки этих событий со стороны региональных местных властей. Просто у нас по времени есть договоренность прямо сейчас набрать по телефону Геннадия Шаталова. Геннадий Васильевич был, собственно, у нас в студии, когда, в частности, финал у нас проходил в 2014 году. Это основатель, собственно, вот этой премии Russian Event Awards. Сейчас будем его набирать. Любые премии, маршрут года, туристический сувенир, медиатур. То есть он такой человек, в плане очень активный. Сейчас будем с ним общаться. Ну, в целом-то как ощущения? В целом, вы знаете, это уникальное мероприятие Russian Event Awards. И я благодарю Геннадию Васильевичу за его неоценимый вклад в эту индустрию. Спасибо ему. Собственно, вот сейчас ему и слово, да. Геннадий Васильевич, у нас на прямой связи. Вы в прямом эфире. Геннадий Васильевич, добрый день. Добрый день, друзья. Рады вас приветствовать. Да, вас снова слышит город Киров. Мы поздравляем вас с большим мероприятием. Я имею в виду региональный финал, который прошел в Чебоксарах. Впереди общероссийский финал в Нижнем Новгороде в конце октября. Давайте вы, как основатель данной премии, как член экспертного совета... Все эти годы, да. Да, все эти годы. Дайте, пожалуйста, оценку региональному финалу, который состоялся в столице Чувашии. Особенности этого события в этом году. Уровень участников... Меняется ли вообще с годами уровень какой-то картинка меняется? В какую сторону меняется, по вашей оценке? И в правильную ли, может быть, сторону? Пожалуйста, мы вас слушаем. Да, спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Да, несомненно, я выражу, в первую очередь, мнение тех экспертов, которые уже на протяжении нескольких лет работают с нами по оценке проектов. Мы увидели, как проекты Приволжского и Уральского федеральных округов, и особенно Приволжского, нас порадовали в плане количественного роста туристов и качественного содержания туристических событий. Мы увидели, как несколько проектов, которые на протяжении последних, скажем так, трех лет уже участвовали в нашем конкурсе. И мы увидели, что задано... То есть они услышали то, что им говорили эксперты на предыдущем. Или как, допустим, фестиваль «Великий Болгар», я вот назову, который в этом году участвовал. Это в Татарстане, да? Мы увидели, как он начинал в начале... Первый раз он представлялся несколько лет назад у нас на конкурсе, на премии, в номинации «Дея». Мы видим, как четыре года он реализуется. И в этом году, я думаю, Вячеслав подтвердит, когда мы обсуждали, что именно в этом году фестиваль уже реализовывался, вот спустя четыре года, без финансовой поддержки власти. То есть это уже самостоятельное, так твердо стоящее на ногах туристическое событие, которое в этом году пустило более 30 тысяч человек. Ух ты! При том, что находится в расстоянии, знаете, каком-то отказании. Нет, я не знаю. Да, Геннадий, слушай. Пристояние отказания, я слышал, да, Вячеслав, это около 180 километров. Но самый именно факт интересен при данном событии, что около 50% это чистые туристы, это гости из Ульяновской, Самарской областей. И это благодаря взаимодействию организаторов событий с туроператорским сообществом. И самое важное, грамотной, четко проведенной рекламной и пиар-компанией этого проекта в соседних регионах по вовлечению. Ну а что касается... Еще масса событий, и мы увидели несколько еще идей, которые вполне могут стать уже на следующий год яркими такими туристическими событиями в регионе. Что касается вот Киров, то, чтобы сказать, да, это вот замечательный город Вятские Поляны, и вот фестиваль Шляп, который очень хорошо проводится именно, опять же, предпринимательским сообществом. Я думаю, что вот такие вещи нужно просто более активно поддерживать, в том числе органам власти, сообществу, которые просто являются... Вот тот же город, он является форпостом неким Кировской области, в том числе к соседнему региону. С Республики Татарстан, да. Очень активно нужно развернуть кампанию по привлечению туристов. А что бы вы посоветовали как эксперт, вот в том числе и на что властям обратить внимание, как, какими формами все-таки осуществлять поддержку? Одной из вот главнейших форм, и как мы обсуждали, опять же, с экспертами, и мы сделали вывод, вот я, в частности, да, по итогу вот этих несколько лет проведения премии, это начинать надо с обучения. Вот мы это, допустим, в Республике Татарстан, мы уже, там, третий год проводили образовательные семинары такого расширенного, там, двух-трехдневные. Для кого? Обучение кого? Также в других регионах, на которых идет обсуждение, как правильно создавать турсобытия, именно турсобытия, на что акцентировать внимание, как его продвигать, как выстраивать взаимодействие с туроператорским сообществом, какие нужны туристические сувениры на каждом из событий, чтобы это был дополнительный доход организаторам, да и представителям бизнеса на данных территориях, которые становятся там партнерами данных событий. И вот через, то есть учиться, 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 начинать нужно с этого, и, конечно, несомненно, это в регионах, вот акцентировать внимание на тех уже событиях, которые сейчас зарекомендовали, выстраивать грамотную политику, помогать ее выстраивать и продвигать эти события, чтобы они стали таким неким локомотивом региона в этом направлении. И, конечно же, многим регионам я бы рекомендовал обратить внимание, что у них, помимо вот таких региональных событий, на которые приезжают уже, межрегиональных, на которые уже едут туристы, нужно для себя определять некую точку для проведения большого общероссийского фестиваля в том или ином направлении. Ну, давайте сейчас выберем направление для нашего региона. Ну, хотя оно есть, видимо, шляпы уже сейчас, да? Ну, шляпы очень сильные. Почему бы и нет, я бы... Вот относительный шляп, да, это больше все-таки межрегиональное, хотя я думаю, что эта тема очень интересная, как минимум для многих регионов, да? Но обязательно. Но я бы, допустим, предложил, тем более у вас уже проект реализуется, вот в сфере гастрономии, вот тоже Вячеслав, да, там, подай вот эту идею, почему бы в Кировской области и в Кирове не провести большой такой гастрономический общероссийский фестиваль? Ну, почему бы и нет? Геннадий Васильевич, у меня еще вот такой вопрос. Вы говорите, что надо обучать. Надо обучать, наверное, не только организаторов событий, но, наверное, и сотрудников администрации, раз мы бы заговорили о том, что должна совместная работа быть. Вот если опять привести, мы уже в этом году проводили несколько образновательных таких вот двух-трехдневных семинаров. Это и Ставропольский край, и Республика Тарстан, и Тверская область. Именно как раз на этих занятиях были приглашены и организаторы событий, или представители муниципалитетов, всех муниципалитетов региона, плюс туристические, ну, представители турфирм, производители турсувениров, чтобы это становилось не только в регионе площадкой обучения, но и вот площадкой коммуникации, на которых все начинают между собой хотя бы даже знакомиться. Мы убедились, что иногда участие, вот такие проведения таких мероприятий, и когда участники собирались, многие узнавали о том или ином событии, или том турмаршруте впервые от своих коллег. И эта площадка не только обучающая, но и коммуникационная, в первую очередь, в том числе для установления контактов и взаимодействия друг с другом на территории региона, что позволяет потом более грамотно выстроить и календарь событий, или включить ту или иную экскурсионную программу в состав того или иного события, в том числе и выстроить коммуникацию с проведением сувениров. Потому что одна из проблем у события отсутствуют свои фирменные туристические сувениры, которые непосредственно ассоциируются с данным событием. Геннадий Васильевич, еще вопрос. Мы тут говорим о проектах регионов, которые считаем, и это действительно так, более сильно в экономическом том же смысле. Но Кировская область окружена, и Нижний Новгород тут рядышком, и Татарстан, и Чувашия. На ваш взгляд, мы можем конкурировать с ними и на что делать ставку, чтобы быть впереди даже, чем наши события, в плане событийного туризма. То, что вы назвали регионы соседние, это Нижний. Но я вам скажу, что Нижний Новгород буквально это последние два года, когда он активно начал развиваться. Расшевелился. Более того, да, расшевелился, и мы увидели много таких ярких событий, которые набирают, скажем так, обороты, и некоторые уже демонстрируют прекрасные показатели, хорошие, да. И здесь бы хотелось отметить, вот я говорю, то есть нужно больше усиливать своих событий в плане продвижения их. Вот мы увидели несколько ярких, там, интересных событий, в том числе, вот, допустим, этот фестиваль был в Ярдских полянах, спортивный, да, этот вот мотоцикл на льду, да, спидвей, все это здорово. Но стоит вопрос, мы когда ее начали дальше обсуждать, мы узнали, что соседний регион, в том числе Татарстан, об этом событии не очень-то и знал. Да, с продвижением проблемы. Да, вот один из вопросов, это продвижение, насколько, в том числе, вот, тот же фестиваль «Шляп», многие из соседнего Татарстана, потому что, ну, совсем рядом, это ближе, из Елабы, из Казани, до Вятских полян, намного ближе, чем от самого Кирова. Ну, конечно, гораздо ближе, чем из областного центра приехать, да. Да, да. И вот тут как раз основную, в том числе, рекламную и информационную кампанию нужно как раз-то ориентировать на эти регионы. Вот как, например, фестиваль «Болгар», когда от Ульяновска, там, 120 километров, а от Казани – 180. Плюс это приезжие, мы понимаем, это другую историю, да, и они активизировали именно рекламную кампанию информационную на Ульяновскую область, на Самарскую. То же самое, я говорю, у Кировской области, вот мы увидели много интересных событий, но это я их знаю, да, по роду своей профессиональной деятельности. Но широкой аудитории, потенциальным туристам, в том числе из соседних регионов, и туроператорам, которые могли бы сформлять туры выходного дня, вот в частности, у нас в «Экспертах» была Елена Богомолова, туркомпания из Нижнего Новгорода. Она для себя там вот сделала пометки и говорит, ну почему бы, то есть это не свозить в соседний регион. Но для этого им нужно заранее знать информацию, вот этот календарь событий, контакты и так далее. Вот это вот основная информация о событии, чтобы можно было выстроить, создать тур на события. И это нужно, вот я надеюсь, что в октябре, когда мы будем подводить итоги общенационального финала, вновь будем создавать сборник «Пора путешествовать по России», электронный сборник, плюс печатную версию. И мы надеемся, что в том числе авторы турсобытий Кировской области активно включатся, чтобы это использовать еще как один из инструментов продвижения своих проектов. Геннадий Васильевич, спасибо большое, благодарим вам, что вышли на связь. Всего вам хорошего, новых открытий, долгих лет вашим проектам. Спасибо, Геннадий Васильевич. Счастливо. Спасибо, Геннадий Шаталов. Да, Виктор Слава, счастливо. Спасибо, Геннадий Шаталов был с нами на связи, основатель федеральных туристических премий, в том числе и Russian Event Awards. Обратите, Геннадий, сейчас выпускает календарь. Сейчас, в октябре, ноябре выпустят календарь. На рекламу сейчас уходим, быстренько потом продолжим. Продолжается программа «Дневной разворот». В Чебасарах назвали лучших на региональном этапе национальной премии Russian Event Awards. 2018 финал будет в Нижнем Новгороде в конце октября. Девять проектов из Кирова вышли в финал. Просто не все же понимают, что такое Event Awards, поэтому это все-таки премии в области событийного туризма. И там еще на последней листочке написан тот, кто вне конкурса попадет в финал. Да, я назвал из тех, кто попадет в финал вне конкурса. Я назвал их тоже, когда перечисал весь список. Вот сейчас Геннадий Васильевич говорил очень много хороших, умных вещей. Да, действительно. Вот все, что он сказал, я просто делаю вывод. Ведь тут усилий-то, в общем-то, немного надо. Для того, чтобы скоординировать эти вещи. Да, вот Слава как раз перед перерывом сказал, что уже будет формироваться сборник уже осенью этого года. Ну, по идее, там должна быть размещена уже полная довольная информация о тех событиях, на которые мы хотели бы видеть гостей, да? Причем гостей с кошельками из соседних регионов, а не из соседней деревни, скажем так. Ну да, конечно, глубина планирования, она в любом случае 9 месяцев, это такой минимальный, на мой взгляд, порог. От задумки событий до воплощения реализации, ну, самый крайний, там это 6 месяцев. Нет, ну слушай, если события, которые проходят регулярно, не менее года в год, там, в принципе, уже известно, что будет через год, да, то есть можно планироваться во все. А у нас вот эти все события, они же не один раз пошли. Технически вот надо же сразу понимать, что в каждом регионе вокруг нас этот календарь, он, конечно, уже сформирован. Например, там в Удмуртии, там, всемирный фестиваль пельменя, там, да, он существует уже несколько лет подряд, а не точно значит, что они его будут проводить, его проводят, само, значит, республика его проводит, и они, естественно, уже там вписаны на много лет вперед во все календари, и, естественно, благодаря этому они туда получают туристов. У нас сейчас на данный момент, о чем говорил Геннадий Васильевич, у нас нет большого яркого федерального туристического события, которое бы Кировская область притягивала бы туристов. На мой взгляд, его необходимо создать. Но, на мой взгляд, не надо выдумывать ничего, у нас уже есть вот брать то, что уже есть, и просто максимально вкладывать в это все. Да, 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 технически, да. И, в принципе, для этого у нас все ресурсы есть, и возможности есть, и сейчас не хватает просто координации, там, городских, там, региональных властей, туристических агентств и так далее. То есть мы, как организаторы событий, там, каждый год мы что-то предлагаем и делаем, но каждый раз мы сталкиваемся с тем, что, как бы, такое ощущение, что мы тут неком своем соку варимся, ну и варимся, там, да, бог с ним. Ну, смотри, опять же, Шаталов говорит о том, что они проводят в регионах вот эти вот, как бы, организуют площадки, где могут встретиться представители разных линий, участвующих в этом процессе. Да, и администрации, там, и турагентств, изготовители сувениров, и организаторы, зубы говоря. В Кирове такая есть площадка? Нет, такой площадки нет. Мы на протяжении нескольких лет постоянно там отправляем официально просто письма с предложениями о том, там, так или иначе что-то провести. Например, тот фестиваль пельменей, который в Удмуртии был проведен, за полгода, примерно до этого, мы обращались с администрацией города Кирова, или, там, может быть, за год, с предложением провести подобное событие в Кирове. То есть когда еще не было фестиваля пельменей в Удмуртии, вообще... И раньше оказаться на... Да, да, да. Вот так вот, то есть... Ну, то есть там тогда нас как-то... Ну, как обычно, нас не поняли, зачем мы этим вообще занимались. Партнеров можно было бы кучу найти в то время, да. Ну, потом, там, ну, что происходило, там уже провести какой-то некий региональный праздник, но это уже было не совсем то, естественно. А теперь уже в Удмуртии не угнаться. Да, да, теперь уже все, там уже красиво, они молодцы. Это они все заняты, да. Да, очень хорошо, они плотно этим занимаются, вопросом, и... Вот, и поэтому так по-разному. Например, в этом году мы тоже обращались в администрацию города Кирова с предложением там внести определенный... Создать совет, например, при главе администрации, либо при первом заместителе главы, который бы вот именно рассматривал все вопросы туристических вот таких больших... А бы сам по инвестициям появился у сити-менеджера. Ну, в общем, мы направили такое письмо. На мой взгляд, это его прямые вопросы. Мы такое письмо направили с предложением создать такой совет хотел, да, и специалистов, и я туда так же точно и в письме указал, что мы готовы, значит, и пригласить, и содействовать, и убедить, например, чтобы Геннадий Васильевич Шаталов тоже каким-то образом отметился в этом совете и своим опытом, и экспертным мнением тоже поделился в рамках этого совета. С удовольствием, мне кажется, приехал бы и устроил бы мастер-класс такой. Но, к сожалению, мы получили ответ, что, как бы, ну, такой ответ, он как бы, как будто бы, опять же, все это нам одним надо. Ну, нет, так нет, вы знаете, ну, события мы можем делать в любом другом регионе, то есть нам не обязательно в Кирове их проводить. Ты говоришь про город Киров, но у нас, если посмотреть географию, события-то в основном все-таки в области самое интересное происходит. Ну, в области проходят и события, которые были вынесены на премию, я бы так это сказал. То есть, часть событий, которые мы, вот лично я провожу, я не вынесил на премию, потому что я был в рамках экспертного совета, поэтому я не имею права. Был же членов экспертного совета, да, собственно, мероприятие. То есть, мне был выбор, либо события на конкурс, либо экспертный совет. Вот, поэтому в данном случае здесь событий много в Кирове, и событий, конечно, и в районах тоже есть. Опять же, вся эта индустрия, она становится индустрией с каждым годом все больше и больше, и если там не начнется какое-то, значит, внимание к ней, то это просто индустрия либо умрет, либо переместится в другие регионы. Вот мы сейчас, например, события не проводим, ну, не ориентируем события в следующем году на Кировскую область. Вот у нас есть там события в других регионах, мы их проводим. В том числе гастрономического плана, да? В том числе гастрономического плана. Поэтому мы здесь, как бы, если мы не видим, понимаем, зачем здесь копии ломать, как говорится. А наш любимый центр развития туризма областной? Ну, и центр развития туризма, он ведь тоже, так скажем, что, ну, не совсем самостоятельен здесь в своих, значит, решениях. Поэтому тут, ну, как есть, так есть. Нет, ну, в качестве союзника по организации такой же площадки на областном уровне, например, он же мог выступить в Бейро тоже и в его интересах. Ну, мы с уважением относимся ко всем коллегам и к тем, значит, действиям и к тем инициативам, которые центр развития туризма там проводят здесь с минимальными бюджетами в Кирове, то это фестиваль там не романтики, конечно, он же там на патриотизме, собственно, был организован. Поэтому они в этом плане все, что не могут сделать и не делают. Вот. Здесь все-таки не хватает большего. Это должно быть, ну, здесь вот наше предложение создать совет при главе администрации, который бы занимался такими вещами. Если действительно индустрия событий нужна, как индустрия, которая привлекает деньги в Кировскую область. Если она не нужна, ну, значит, видимо, такого совета не надо. Нет, ну, как не привлекать? Если, опять же, наладить нормально, как от событий выпуск, у тебя уже сувенирные продукции, это уже деньги. Во-первых, загрузка предприятий, которые выпускают. Ну, у нас же народные продукты, которые выпускают, конечно. Да, у нас они есть. У нас есть много организаций, которые могли бы заняться выпуском любого вида совершенно сувенирной продукции. Ну, вы знаете, почему, по-моему, собственно, глубоким убеждением, почему у нас вот эта такая местечковость, да, это слово, наверное, можно использовать. Что-то для себя провели и все. Тут много факторов, наверное, сошлось. Во-первых, наверное, непонимание, о том, что это может дать в будущем, да, и может быть даже нежелание понимать. Я думаю, что у нас про будущее это вот очень трудно говорить. Нежелание понимать. Сегодня бы дало, да? А на будущее мало кто работает. Да, мне зачастую, кажется, вот эти наши праздники, тот же и огурец из Табенской, они для какой-то галочки проводятся. Вот провели, неважно, сколько там, 100 человек приехало или 10 тысяч. Главное, провели, вот все, отчитались, мы тут провели, народ собрали. Нет, я понимаю, что те же организаторы из Табенского ГУСа, они по-прежнему ориентируются в основном на свою публику. Они с удовольствием все это делают, они делают интересные проекты. Но это то, что говорил Геннадий Васильевич, необходимо продвижение событий других регионов. Другие регионы продвигать, как бы, они об этом не думают. Потому что я знаю прекрасно людей, которые там пишут сценарии, которые все это делают. Они делают все старательно, хорошо, интересно. Но вот что там, как это пойдет туда? И зачастую вопрос, а что мне больше всех надо, что ли? Да нет, у нас вот нормально, все уречи прогуляли, из Кирова люди приехали, там знакомые приехали. Вот и все. Расширять нужны горизонты. А дальше они просто, ну, одеть им не за это. Мне кажется, что просто, ну, может, возможно, региональная или местная власть, они не совсем как бы, ну, не совсем точно оценивают важность вот событийного ряда, который в регионе проходит там. Да, это ведь не только, значит, улучшены показатели по отрицательной миграции. То есть людям, когда у людей есть культурная событийная палитра здесь в регионе, зачем куда-то ехать? И вообще переезжать. Это раз, да. Во-вторых, это деньги, которые приезжают из других регионов. Это два. Ну, и, ну, вот, поэтому это такие очень два важных фактора, которые всегда надо иметь в виду. Потому что если вы, значит, если молодежь, там, молодые люди, которые заканчивают школу или университет здесь, они смотрят на события по телевизору, так они поедут туда, где эти события по телевизору или там в интернете показывают, они туда и поедут. И, в принципе, поедут жить. Вот и все. Потому что там интересно жить. Потому что там интересно, да. Просто потому что есть куда сходить. Вот примерно такая история. Поэтому, ну, что сказать. Как есть, так есть. Главное, что эти события у нас на текущий момент существуют. Станут ли они лучше или нет? Ну, вопрос времени. Вопрос организаторов этих событий. И, конечно, мы надеемся, что когда-то в Кировской области к этому прислушаются. Ну, если нет, то нет. Давайте конкретные предложения. И вот, кстати, опять же. Ну, давайте сейчас. Вячеслав, ты здесь сейчас сидишь. Вот смотри, Геннадий Шаталов считает, что вот тему кулинарного туризма нужно развивать. Ты как раз ей занимаешь. Вот скажи. Да, у нас есть фестиваль «Вкусная Россия». Мы сейчас ищем площадку следующего года, где мы этот фестиваль будем приземлять. То есть мы дважды его провели здесь, в Кировской области. Ну, нам понравилось. И тем, кто участвовали, тоже понравилось. И гостям понравилось тоже. То есть вообще кулинарное событие – это такой мощный тренд и мощный магнит для туристов. – Она общепонятная, доступная. Не надо что разъяснять. – Да. – Там вкусно и классно. – Приезжай, да, вкусно поешь. Интересно поешь. – Да. Тем более, что в следующем году у нас город там 645 лет. Технически, конечно, мы можем провести это событие, сделать его хорошим, там, хорошего федерального уровня с приглашением большого количества гостей и так далее. Тут что, вопрос, ну, такой. – Давайте конкретное предложение к власти. – Нет, мы уже… – Что надо, чтобы в честь 645-летия устроить такой всероссийский экономический… – Кстати, мы обратимся официальным письмом на имя главы администрации города. И, в принципе, ответ на это официальное письмо… – Да можно озвучить прямо сейчас. – И будет ответом. – Донесут до главы города. Вячеслав, что надо? Давайте по пунктам. – Официальные письма работают лучше. – Ну, что надо по пунктам, чтобы мы понимали все. – Так нет, зачем? Это же вот технически нам для того, чтобы событие в день города состоялось хорошее, федеральное гастрономическое событие, ничего не надо, кроме площадки и все. – Дайте площадку. – Площадка в день города, театральная площадь и содействие местных властей в том, чтобы эти события организовали. Потому что очень много технических вопросов, связанных с оборудованием, шатрами и так далее. – Деньги нужны? – Нет, деньги нужны. – Дайте площадку. – Да, площадку, площадку, оборудование и все. – Среди помощи в решении каких-то таких технических вопросов. А все договоренности и прочие организационные моменты? – Конечно, мы сами все сделаем, как всегда. – Как всегда. Любопытно. И, опять же, я думаю, еще одно из требований, потому что, ребят, давайте об этом заранее сообщим по всем соседним регионам, что у нас через полгода, через 8 месяцев. – Для того, чтобы заранее сообщать, необходимо распоряжение, уже текущее распоряжение главы города, главы администрации уже сейчас. – Это как бы часть основания, начале подготовки. – Примерно так. Ну, так как этого сейчас не существует и так далее, поэтому я не думаю, что это произойдет. Поэтому, ну, так. – Какой-то ты грустный сегодня. Какой-то ты грустный. Ты всегда был оптимистом. Но все это будет. Мы тоже этого хотим. Мы тоже хотим вкусно поесть. – Нет, вы знаете, я просто, когда приезжаю, например, в соседние регионы, я понимаю, как это все происходит. И я вижу, как там хорошо. И мне очень жаль, что здесь у нас так немножко на каком-то пикирующем бомбардировщике спад какой-то идет. – Ну, можно же это изменить, наверное. Давайте постараемся. – Да. Ну что, в конце октября будет финал. Мы очень надеемся на победу наших коллег, наших земляков. И обязательно встретимся и еще обсудим все эти вещи. Вячеслав Сихонов, президент культурного фонда «Яркий город» и член экспертного совета национальной премии в области событийного туризма. Мы на этом завершаем первую половину мужского понедельника. Далее у нас новости, тематические программы и новая тема через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова